всем привет уважаемые подписчики и зрители канала с вами армак и сегодня мы понаблюдаем с вами за партией которую снова играли мы против аугустуса в этот раз с hd-модом как положено с таймером по которому мы хотя бы будем видеть что человек ходит что он делает и так далее ну и поскольку он не хочет играть рандомными городами ему нравится выбирать города давайте показывать какой в общем то есть разброс да у армии как таковой по возможностям разных городов поэтому играем некромантами мне жутко не везло в последних партиях при игре за некромантов с тем что не давали в гильдии магов поднятия нежити поэтому решил сразу же стартовать за танта разбегаясь вверх нахожу рудную шахту которую надо будет по быстренькому забрать или сопилочку надо будет еще обнаружить исра приходит это тоже довольно таки хорошо исра это один из тех героев который может сразу же начинать быстро не крить это то что нужно заметьте что при игре без правил но у нас это то что нельзя проходить сдвинутые охраны между разными зонами в остальном в принципе все разрешено поэтому играю за некромантов я в первый день строю гильдию магов на 2 усилитель некромантии и очень быстро пытаюсь нанекрить себе нужное количество скелетов понятное дело что не отдаюсь игре полностью на все 100 но играю так скажем не то чтобы на максимум но скажем так на максимум без серьезных раздумий так будет наверное более точно и сразу же решаю проверить величину консерватории если реально консерватории окажется единичка ну и и вполне можно будет попробовать даже взять немножечко знаний нафармить конечно под танто и стан там вполне можно будет попробовать нечто даже опробовать консерваторию уже проверил судя по всему консерватория большая до танто запускаю сразу же вниз на следующий день не собираюсь посещать обзор очку и таким образом вообще засветить территории ой-ой-ой вторая конца но вот это уже очень интересно вот это реально сейчас было очень и очень сильно лесопилочка тоже быстро захватывается и думаю что дела у нас должны будут складываться очень даже неплохо учитывая тот раскладец на перспективку которые есть есть один единственный минус это то что у нас дорога влево заблокирована воздушками в остальном все очень и очень даже неплохо выглядит есть конечно и недостатки как стартуя за танто меньше скелетов у вас есть в начале поэтому немножко тяжелее раскачиваться нежели играя галтраном но зато сразу же есть поднятие нежити а тут еще и повышалочка которую можно вполне пустить на знание таким образом уже будет хватать на два поднятия нежити после пополнения маны и находим охрану в виде василисков которая ведет в соседнюю зону ой-ой-ой у нас там третья консерватория ох 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 ребят ну раз таки дела то можно сыграть вообще просто берем три консерватории и сразу же через вторичный город ломимся на соперника накрывать его на второй неделе ну или в начале третьей у него там лобета пришла хороший герой да однозначно сразу же есть магия земли останется ему только замедление найти и в целом должно получится очень даже неплохо усилитель некромантии тоже довольно быстро построился у нас вампиры тоже уже отстроены я их сразу же даже выкупил зачем-то вообще они нужны будут в лучшем а и сразу то есть побаиваюсь наверное что много василисков что ли шаблон мы играем кстати старенький проверенный временем 2sm 4d3 который раньше был очень популярен да и сейчас в общем то игроки которые играют в герои давно они все еще поигрывают в этот шаблончик шаблон одновременно может быть и затяжным и быстрым для быстрой игры можно добраться к сопернику всего лишь через одну зону через вторичную которая у вас является общей таких зон даже две плюс есть выходы по бездорожью в трежерные зоны идя в трежерную зону ты там бегаешь по бездорожью и очень сильно затягиваешь игру но зато имеешь возможность намошнить себе силенок с другой стороны ты можешь быстро рвануть на соперника отжать у него город прирост и таким образом тоже праздновать победу вариантов как сыграть на этом шаблоне довольно таки много и на каком этапе идти на завершение игры здесь решаете именно вы крайне редко выпадают расклады когда ситуация идет из рук вон плохо но тут неудачно срабатывает окаменение на ударный стейк скелетов с другой стороны может именно это окаменение и приведет к меньшим потерям в итоге как знать так думаю бить или не бить скелетами но в итоге решил ударить после чего идет поднятие нежити и всего лишь потери четырех скелетов мы вылазим дальше там копейщики по пути продолжаем продвигаться в том же направлении вдоль дорожки есть возможность отбить ресурсы и этой возможностью стараемся воспользоваться сморалился верхний стек для нас это не критично потому что ни до кого особо не достает пока попробуем разобраться с двумя нижними по скорости вот тяжеловато чем играть через танто то что нет ускорения для скелетов таким образом они многим юнитом против которых вы сражаетесь проигрывают по скорости таким образом вам тяжелее минимизировать потери вся надежда именно на достаточное количество маны идет во многом так и вот тут выбор либо мы бежим дальше по дорожке либо не крим вдоль дорожки пробиваем немножко ресурсов я выбираю второй вариант не отходя от кассы пополнить запасы скелетов быстрее заэкспертить некромантию и заодно в общем то добывать ресурсы подбирать мы эти ресурсы главным героем конечно же не будем их будут подбирать так называемые ложки то есть помогательные герои которые не являются у нас тут какими-то сверх важными юнитами так и потихонечку потихонечку но стек начинает расти вот подумывая может быть сбегать к обелиску тоже исключительно ради того чтобы там попробовать нанекрить себе еще немножечко скелетов ну в целом почему бы и нет играем сам размером мы не стандартно сопернику хочется играть excel q что мы в принципе с ними делаем вообще с шаблончик заточен на игру размера l с подземельем так и новая раздача там в принципе что-то произошло я не помню то ли соперник слился то ли какая-то беда в общем приходится стартовать заново ну и первый неприятный момент то что у нас заблочена дорожка но благодаря тому что у нас есть галтран достаточное количество скелетов на старте плюс приходит айслин которая может за счет своей метеоритки навалиться на юнитов которые стоят на дороге думаю что ситуация сейчас довольно быстро должна проясниться да придется подслить немножечко армии не без этого но первым делом лезем склеп поскольку нам нужно раздобыть побольше золота чем больше золота на старте вы получите тем больше конечно же со своей стороны вы в итоге сможете купить героев от количества самих героев будет зависеть в общем-то итоговая разбежка в целом старт разведка а без разведки тяжело в общем-то построить план на игру очень важно хорошо разбежаться и разведать вокруг ситуацию чтобы не бегать слепую главным героем в надежде что вы выбрали правильное направление а именно попробовать определить где находятся наиболее важные объекты и сразу же выстроить у себя план по их взятию по их очередности куда как бежать где каким героем брать и так далее такой вариант наиболее правильный так но галтран начинает бежать ниже опять же все ради не крения фейки для этого подходят очень неплохо единственное что нет поднятия нежити играя через галтрана да это беда но зато смотрите на некроземле скелеты получают плюс один скорость и это уже пятая скорость получится и галтран еще ускоряет то есть в итоге получается 6 скоростью обычных 7 скоростью улучшенных скелетов что довольно таки сильно и позволяет обгонять уже гораздо большее количество юнитов во время боев ну и если даже не обгонять то контролировать гораздо больше зону вокруг стрелков едем пробивать через айслин но я думал что они станут в большее количество стеков что позволит накинуть метеоритку по нескольким стекам но нет они очень сильно так поделились исходя из этого я решил сделать следующим образом просто стрелочками закидать этих стрелков раз уж такие дела мы все четыре скелета это конечно ни о чем с учетом того что мы пробивали сейчас с вами стрелков внизу кстати внешнее жилище скелетов имеется уже второе а третья нычка скелетов находится над нами так вот очень сильные охраны стоят это говорит о том что именно это направление ведет на зону соперника ваши зоны находятся рядом на данном шаблончике 2sm4d3 но за очень сильными охранами которые конечно же на первой неделе не пробиваются на второй неделе пробиваются с учетом хорошего расклада а так в принципе на третьей недельке уже можно попробовать их ломануть либо можно просто облегчить себе задачу и пойти через вторичные зоны там гораздо проще будут охраны проходов и спокойненько спокойненько пойти в общем-то забирать его город но правда хорошо если по дорожке все нормально сложится и по дорожке можно будет нормально выбежать к сопернику если же нет и пробиваться по бездорожью а такое бывает то по бездорожью приятного мало особенно с учетом того что соперник находится на снегу представьте мы со скелетами со штрафом в 50 процентов будем в два раза медленнее с вами лужить и тащиться по этой заснеженной зоне приятного мало охрана конечно сдвинутая ее можно было бы обходить если бы мы совсем без правил играли ну а так поскольку договорились не обходить сдвинутые охраны проходов я к нему конечно же попасть не могу так бы я уже со своей стороны попробовал бы разведать его ситуацию и подловить в какой-то момент на том что он куда-то убежал и забрать его прирост из города но пока что этому не суждено произойти так но мы продолжаем разведывать ситуацию вокруг а вот и выход в одной зон по бездорожью на цитадель и вскую зону это просто ужас что же за невезение то такое к сопернику по снегу плестись в соседнюю зону на камни нужно идти там штраф 25 процентов по бездорожью жуть просто так отстраивается у нас усилитель некромантии и сейчас не крения должно будет уже более быстрыми темпами пойти так и тут судя по всему решаю подтащить армию через пире на айслин айслин сейчас поедет у нас попробует немножечко еще на не крите заодно раздобыть золото и в данном случае дерево леса так называемого после чего армия должна будет отдаваться на галтран и галтран поедет вверх по дорожке но других и вариантов нет то есть как-то так линейно с далоном что как-то серьезно разбежаться и нельзя ну и вообще за счет того что играем на excel шаблоне они на l с подземкой сами зоны получаются у нас такие большие бежать от замка к замку приходится долговато ну и это конечно же замедляет наше с вами развитие от этого итоговый темп сильно падает плюс минус игры за некромантов в начале игры это невозможность нормально разгоняться вот с появлением вампиров хотя бы 6 скорость для разгона появляется и на том спасибо так ну и надо пробивать штормовиков все таки они мешают проходу взяли повышалочку на плюс один защиты здесь есть еще один склеп конечно игнорировать такие объекты в начале игры нежелательно на феечке разгоняет целька нашего галтрана после чего видит что вверху есть две замечательнейшие охраны которые можно будет проникрить это сделает галтран ну а начинается день у нас в общем то с хода нашей айслин которая там через камень учения пробежала немножко ресурсов подсобрала после этого галтран уже едет брать непосредственно сам склепик дабы добыть и еще золото и не проседать по отстройке города небольшая беда видится в этом раскладе в том что я не вижу серы без достаточного количества серы мы с вами не построим личей если не будет личей это значит что не кракони у нас тоже не станут ну и в общем здесь все завязано между собой то есть не строится что-то одно значит не строится что-то другое и так далее в принципе при игре за нежить вообще не критично можно в принципе ничего не строить просто строй гильдию до 3 уровня и вперед получай свое поднятие нежити и на этом поднятие нежити просто проводи бой за боем без потерь небольшая переписка с соперником во время игры в целом соперник конечно от игры к игре видно что прибавляет но с одной стороны видно что он умеет брать какие-то объекты довольно быстро умеет довольно быстро качаться даже иногда у него получается перетемповать меня по пробитым зонами захваченным городам но вот как-то я не знаю все равно вот на макро уровне видно что соперник действует слабенько я не знаю как там у него в плане проведения боев но если судить по финальным боям которые мы проводим ну конечно мало что может показать но с другой стороны ведь финальных боях то и перевесы на нашей стороне что там можно показать если ты изначально проигрываешь по игровым возможностям мы больше судим по допущенным ошибкам ошибки даже в финал очках не только есть его стороны но из моей в том числе все-таки то что играешь очень редко но сказывается на том что допускаешь иногда такие ошибки которых но вообще не понятно когда этого можно додуматься и в итоге подобную ошибку допустить так ну и выстраивается цепочка на следующий ход мы армия перебросили на айслин которая захватывает сейчас лесопил очку потому что без лесопилки было бы сложновато играть она у нас была заблокирована и тут соперник в общем-то попросил сохраниться из-за чего после сохранения будем продолжать с ними играть следующий день свиток находим но совершенно не то что нам нужно немножко неудобная сдача с вот этими горами вот горами но что поделать одно единственное направление по которым мы будем двигаться в общем-то дорожка вверх наличие понятное дело не хватает серы же нет решаю строить таким образом хотя бы цитадель чтобы увеличить прирост того что уже есть тряпок пока не хочу пробивать потому что их там больше сотни кстати находим консерваторию замечательно пока что братья не будем и проверять тоже не будем потому что там все таки стрелки гоги как таковые сейчас некогда особо этим заниматься прям на шахте разогналась у нас айслин она оставила там медленную армию осталась только с быстрой а на обратном пути уже будет эту армию забирать а тем временем цепочку из героев выстраиваем таким образом чтобы можно было армию потом успеть перебросить доставить на галтрана и галтран на следующий ход поедет со всей этой мощной уже воевать наверх видим некоторое перемещение соперника с засвеченной зоны рядом с нами но это бегают его в общем-то саппорты которые занимаются там собирательствами разведкой и так далее ничего серьезного из того что будет проходить у него я думаю мы с вами не заметим там единственное внешнее жилище горгулик по моему него имеется ну максимум может мы с вами будем наблюдать за тем как он каждую неделю будет собирать прирост с этого внешнего жилища в общем-то в общем-то это Так, следующая битва против юнитов, которая гораздо быстрее нас, поэтому тут без закрываний никак. Ну и в целом зомби, они для Джора очень хорошо подходят, их не жалко терять, поскольку они очень медленные и слабые, но при этом имеют много здоровья. А почему они нам особо сейчас не нужны? Потому что они замедляют нашу армию очень сильно. Добавляем атаку нашему Галтрану, начинаем продвигаться выше и тут битва с ящерами намечается. Кстати, есть конюшенка, но брать конюшню нам некогда. Мы продолжаем бежать дальше, хотелось бы неделю закончить хотя бы с тем, что у нас в активе будет минимум 2 города. Потому что любой город, который мы заберем на этой неделе, он нам даст прирост каких-то юнитов 1-2 уровня на первой неделе. И точно так же на второй неделе все это дело через преобразователь скелетов можно будет перефармить как раз таки в хороший стэк скелетов. И за счет этого увеличить ударную мощь своей армии, тем более что скелеты в этом плане играют решающую роль. Далее битва с копейщиками и алибарщиками. Закрываемся от алибарщиков, они врезаются в единичку, после чего у нас появляется возможность этот нижний стэк вырезать. Ну а теперь направляем свою ударную мощь на второй стэк и он точно так же вырезается. Очень легкий бой. Ну а легкий он по той простой причине, что скелетов довольно много для хорошего удара, а копейщики довольно медленные. Во время боя скорость решает очень сильно, поэтому вот эта вот игра в ускорялке, замедлялке, она очень важна. Даже если нет ускорялок и замедлялок, важно иметь первую скорость в бою для наброса какой-то магии, либо просто чтобы бить раньше, отбегать раньше и иметь возможность играть с вейта, так называемого, то есть с ожидания. Так, нычка зомби, внешнее жилище зомби тоже может покупаться. Таким образом Маджора станет больше и мы спокойно с вами сможем пробиться в соседнюю зону. Но с учетом того, что здесь есть сундук золота и камень опыта, мы сразу же через камень прогоняем Галтрана. Брать не брать сундук Галтраном тут тоже раздумывал, сколько у него есть опыта, в итоге взял и успел заэкспертить Некромантию. Все, со следующего хода уже пойдет максимальное Некрение, уже без каких-либо ограничений. И будем пробивать с вами грейженых гномов, которые как раз стоят в проходе и мешают нам пройти. Зона выпала нам Травяная. Травяная зона говорит о том, что там будет один из трех городов. Либо это будет сопряжение, либо это будет замок, либо это будет оплот, эльфийский город. Вот как раз вбежим туда и посмотрим. Возможно мы еще до захвата самого города определим, что это за зона, если нам по пути попадутся внешние жилища. Потому что внешние жилища внутри зоны, они принадлежат какому-то типу замку. И именно этот замок и должен находиться в этой зоне. Ну что, поехали бить гномов. Они на Траве получают еще плюс один скорости, чем конечно битва с ними серьезно затрудняется. Ой-ой-ой, еще и моралька выпадает, из-за чего мы пропускаем еще один удар по скелетам. Ну просто жесть. Жуткое невезение. Дальше гномы накинулись на баллисту и это наоборот снизило наши потери в бою. Так, а вот мы определили, что город здесь будет сопряжение. Даже есть внешние жилища психических элементарий. Внешние жилища феек и земляных элементарий тоже находим. Так, ну внешние жилища феечек решаю пробивать, потому что охрана хорошая для некрения. Поэтому игнорировать такое не хотелось бы. Пробиваться данная охрана должна без потери, если не будет моралик. Но если они даже и будут, то сольем с вами какую-нибудь единичку скелетов. Это конечно особой роли не сыграет. Так, и дальше едем пробивать скелетов. Опять же, перед этими скелетами у нас есть преимущество. Наши скелеты получают от Галтрана плюс один скорости. Таким образом мы все равно ходим раньше и спрятаться от нас у них не получится. Так, есть возможность разгонять главного героя. Я не боюсь разгоняться, потому что соперник не показывал сверхтемповой игры. Поэтому бояться его нападения мне, пожалуй, не стоит. Ну и слишком ранний этап игры. Только начинается вторая неделька. Если бы я играл с кем-нибудь из ребят по скиллове, я бы, конечно, может быть и трижды подумал перед тем, как разгоняться. Либо разгонялся на куче единичек, либо же не разгонялся вообще. Но здесь, думаю, разгоняться можно без проблем. Соперник, понятное дело, нас здесь не наказывает. Ну и особых движений с его стороны здесь не было видно. Через конюшню сразу же прогоняю Галтрана. Таким образом он 400 очков перемещений получает дополнительные в виде бонуса, которые будут действовать целую неделю. И гораздо больше шагов сможет делать наш главный герой в течение этой недели. Больше успевать. Ну а мы, в принципе, и стараемся с вами сыграть как можно более темпово. Уже две сотни скелетов имеется. Вдоль дорожки еще одна битва с копейщиками. Очередная. Сколько уже таких битв мы с вами сегодня видели. И эти битвы, в общем-то, продолжаются. Так, спокойно разобрали очередную охрану. Ох-ох-ох, какие хорошие охраны нам выпадают для некрения. Так, ну по идее мы можем пробить и одну, и вторую охрану. Еще одна консерватория. Это, кстати, уже вторая консерватория. Которую мы находим уже хорошо. Плюс утопия у нас есть дома. Вот думаю, через это и надо сыграть. Две концы плюс утопия. Утопу мы с вами, наверное, сможем взять либо на второй неделе с поднятием нежити, либо на третьей неделе с экспертным щитком попробовать можно. Как вариант. Ну и плюс ангелы. Либо попробовать поотбивать свитков, может быть, где-нибудь в свитке или в чем-то еще дадут столь необходимое поднятие. Забираем с вами город на второй недельке. Садимся внутрь города, разгоняемся на феечке. Замечательно. Через конюшенку прогоняем и других героев тоже. Начинаем собирать скелетов, собирать бонусные ресурсы какие-то. Проводить дополнительную разведку. Внешнее жилище водянок. Ну, прям тут уже очень много внешних жилищ. Ой-ой-ой, и нам приходит тант. Если танта немножко раскачать, можно поднять и нежить, и выучить прямо от него же. Так что, думаю, все у нас должно сложиться теперь уже нормально. Танту качаем грамотность, переучиваем поднятие нежити, и все. Дальше дело в шляпе. Соперник второй город еще нигде не захватил. В этом плане мы по темпу уже находимся впереди. Быстренько собираем ресурсы. Целька тоже делает все то же самое. Так, ну что, покупаем тант, который приносит нам дополнительную армию. Сам тант проверяет размер консерватории, и консерватория оказалась большая. От двойки до четверки. От двух до четырех ангелов можно там получить. Стремновато, честно говоря, сейчас лезть. Вроде и армия неплохая, но в то же время, кто его знает, сколько там моралей будет у нейтралов. Лучше лишний раз перестраховаться. Тем более, с учетом не очень высокой темповости игрока по развитию нашего соперника. Я думаю, нам нет особого смысла прям мега рисковать ради того, чтобы перетемповать соперника. Так, ну едем вверх. Что делать? С этой зоны тоже должен быть проход в трежерную зону. Надо только этот проход найти. Абсолютно непонятно, с какой стороны он будет. Пока поездим, наникрим себе побольше скелетов. Хотя бы сотен до трех с половиной, четырех. Думаю, этого для взятия консерваторий будет более чем достаточно, даже без поднятия нежити. Ой-ой-ой. Сопротивление магии, резист так называемый пришел. Беру. Беру, потому что я видел, что у соперника светится лабета. И мне надо готовиться к битве против мага. А в битве против мага важно иметь сопротивление. Мало ли, что он на нас накидывать будет. Так что, думаю, в данном случае этот навык будет не лишний. Он, конечно, специфический, но... Есть и есть. Что еще надо? В каком-то раскладе, может быть, я и не был бы доволен, что нам этот навык выпал. Но в данном он может реально пригодиться. Так, опять пошла переписка с соперником. Улик, конечно, неудобно находится слишком далеко в верхней зоне. Поэтому я не вижу особого смысла даже свой домашний брать. Играть через два улика, ну, такое себе. Мне вот больше две консерватории и утопия нравятся. И пока я больше ничего не вижу из того, что мне было бы интересно взять. Может, какие-то внешние жилища для того, чтобы потом все это дело тоже превратить в скелетов или в хорошие джор, к примеру. Так, дополнительные феечки выкупаются. Вместе с ними подвозятся и скелеты. Проводится разведка по бездорожью. Находим там ящик Пандоры, который охраняет небольшое количество психических элементалей. Да, их будет очень мало, но битва с ними будет крайне неприятной. Потому что бьют они сразу по всей толпе, по всем клеткам, которые находятся вокруг них. Это их очень сильно усиливает. Я вот думаю сейчас Зидаром передать армию и сразу же проверить точный размер данной консерватории. Мне важно понимать, что здесь будет находиться. Так, и решил полезть на двух феечках, да? Поехали, смотрим. И консерватория двоечка, да? Или тройка? Тройка, да? По 30. Блин, ну... Не знаю, может быть... Не рисковать пока. Попробовать побегать, немножко паникрить. И тогда к концу недели или начало следующей недели уже забрать эту консу. Потом поехать брать... Можно даже попробовать сразу утопию. Или вторую консу, а потом утопию. И потом сразу же бежать на соперника. Смысла особого тянуть уже больше не будет, как такового. Пополняем ману. И да, начинаем как раз неподалеку от этой же консерватории негрить себе побольше скелетов. И да, начинаем как раз неподалеку от этой же консерватории. Так, спокойно проходит очередной бой. Заодно можно будет повышалочку взять на знание или силу магии. Попробовать. Тоже абсолютно легчайший бой. Без потерь. Берем на силу магии... Точнее, повышалочку. А если говорить про сундук, то мы его берем на опыт и заодно прокачиваем себе оружие. Ну а строить, опять же, особо нечего. Неделька вроде как заканчивается, а серу мы так и не нашли. То есть лечи у нас, я так понимаю, либо не появятся в данной игре вообще, либо они появятся, но очень поздно. И, наверное, мало на что будут вообще влиять. Так, ну думаю запустить Гречча наверх. Опа, обзорочка. И что мы видим? Книга земли, ребят. Все, планы меняются. После обнаружения книги земли, ну, конечно, придется сыграть медленней. Но, блин, оно того стоит. Книга земли, она автоматически даст нам поднятие нежити, она даст нам воскрешение, даст нам взрыв, городской портал, и больше нам ничего не надо. Вот реально больше нам ничего не надо. Это все, что нам надо. Все, теперь меняется абсолютно план. На всех парах надо бежать вверх. Вверху, собственно, забирать эту книгу земли, после чего разбивать Галтрана и бежать, брать с одной стороны консерваторию. А, нет, я тут подумал по-другому. Типа сначала взять консерваторию, да, потом бежать за книжкой земли. Ну, типа побаивался алмазных големов. Думаю, а будет их очень много, как я их там буду разводить, все дела. Но, забегая вперед, скажу, что не обязательно было играть именно так. В принципе, можно и одними скелетами попробовать размотать этих алмазников. Вполне они не моралятся. Единственное, что мне хочется перед взятием консерватории заэкспертить магию земли. А у нас с этим есть большие проблемы, потому что мы нахватались самых разных навыков, не докачивая их. Иногда это может сыграть в плюс, иногда в минус, но в темпе обычно это играет все-таки в минус. Лучше качать основные навыки, которые вам необходимы, и только после их докачивания тогда уже сосредотачиваться на чем-то еще интересненьком, что может вам помочь. Ну и прокачка у Галтрана идет пропорционально. Это, в принципе, свойственно негровским героям, когда атака, защита, сила магии и знания находятся плюс-минус на одном и том же уровне. Если говорить о значениях. Дальше фейками прикрыл нижний стек, но при любых раскладах, как ни крути, скелеты проигрывают по скорости, поэтому прикрывайся, не прикрывайся, особо это ничего не даст. Так, и вот думаю, может быть ящик Пандоры сразу поехать брать. Только перед этим пробиваем ресурсов. Нам как раз-таки кристаллов сильно не хватало в этот момент, поэтому думаю, раз уж находимся рядом, почему бы не попробовать эти самые кристаллы пробить. Так, и тут надо подумать о разгоне главного героя. Думаю, где его ставить, чтобы возможность разогнаться, как таковая, была. Разгоняемся на танте и становимся под взятие ящика Пандоры на следующий день. И ход передается дальше на соперника. После чего собираемся ехать брать ящик Пандоры очередной. Ну и битва будет крайне неприятная. Надо будет их как-то выманивать именно на стеки феечек, но сделать это будет сложновато. На самом-то деле, может быть на баллисту ставить одну фейку и баллисту рядом, чтобы у них был профит бить по баллисте как таковой, к примеру. Но скелеты, конечно, здесь жутко страдают. Целых три стека наваливается именно в их сторону. Надо накидывать щиток. За счет щитка хотя бы в ближнем бою будет уменьшаться урон, который они наносят. Они еще и бьют безответно. Поэтому битва с ними более чем неприятна идет. Ну ладно, потеряли 40 скелетов ради того, чтобы получить землянок. Оно того не стоило, вот честно. Мне вот эти вот землянки сейчас вообще никак не нужны. Под утопию, может быть, как отжор они могут пригодиться. Но опять же, под утопию у меня есть зомби. Я могу улучшить зомби и выкупить их всех и полезть с ними в утопию. И терять мне их будет абсолютно не жалко. А можно лезть вообще на одних скелетов с единичками. И таким образом мы даже с поднятием нежити можем вылезти только с потерями этих самых единичек. Абонирайте! 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 Субтитры делал DimaTorzok Так, ну и расставляются герои под следующий ход Мы как раз готовимся все-таки в консерваторию на следующий или через день брать В идеале, если на следующий день получится забрать к концу Вот как раз только сейчас становятся у нас личи Благо успеваем сделать до конца недели Так что может хоть какой-то, но ударный стэк личи к моменту финального боя у нас все-таки накопится Что не может не радовать, пожалуй Так, начинаем собирать ресурсы Когда еще только думаешь, как ходить главным героем Можно сначала походить саппортами, а потом уже переключаться на главного героя Вот главный герой уже подъезжает к консерватории Лабета передает на него и улучшенных вампиров, и скелетов В общем, все, кто нужны Сейчас подумаем насчет расстановки и насчет того, кого же мы все-таки на взятие консерватории троечки берем А кто окажется лишним Так, ну если говорить о гоблинах, то, наверное, их лучше не брать Лучше через преобразователь скелетов их превратить в самих скелетов После взятия ящика Пандоры мы таким образом хотя бы вернем наши потери из скелетов Мы там 41 скелета вроде слили Или что-то вроде того Плюс феечек можно будет тоже на скелетов пустить Таким образом стек вырастет очень сильно Так Собирательства продолжаются Думал, может быть, организовать какой-нибудь где-то еще подвоз Но вижу, что, ну, особо у меня не этот Не срастается в этом плане Да и, честно говоря, когда у тебя уже больше трех сотен скелетов имеется в наличии, конечно, консерваторий Ломать можно без проблем А если взять тот момент, что у тебя еще и улучшенные вампиры есть Ну, в чем вообще тогда проблема? Можно на одних улучшенных вампирах щиточком попробовать забирать В углу закрыться и потихонечку-потихонечку там терпеть Так, соглашаюсь даже на потери на быстрой битве Появляются у нас три ангела И вот почти четыре сотни скелетов плюс три ангела Именно с этой армией надо ехать сейчас забирать книжку земли Она находится далеко Она находится на болоте Вообще, конечно, сдача ужасная Вот чем мне СМ-ка не нравится Так это вот этим вот рандомом В плане трежерных зон Мало того, что на них нет дорог Так вам еще одному сдаст, например, на траве Две трежерные зоны А второй будет бежать на болото и цитадель Как, например, я Или болото и снег, например И о каком балансе может речь идти вообще Вот примерно такая же ситуация у нас и здесь возникла Я не знаю, как там с трежерными зонами у соперника Но нам сдало просто ужасно В плане именно Самих территорий, самой поверхности этих зон Но радует, что хотя бы на окраине трежерной зоне Лежит ключевой объект, который нам нужен Я даже не буду чистить болотную зону В этом нет особого смысла Я только больше времени потеряю Я просто заберу Книгу земли После чего разобьюсь И поеду, в общем-то, брать концу утопию И попытаюсь ехать уже убивать соперника Надеюсь, что к тому моменту И вот соперник меня перетемповал Захватил и пробил больше зон Ну, наверное, там по дорожкам все-таки поинтереснее, чем у меня Мне как-то в этом плане не свезло То есть у него уже минимум три города Красавчик, красавчик Вот то, о чем я говорил Что прибавляет от партии к партии Ну, посмотрим Может быть, хотя бы эта партия Будет складываться таким образом Что победить нам будет крайне сложно Во всяком случае Это как минимум было бы интересно И вам, как зрителям И мне, как игроку Чем сложнее дается победа Тем более она для тебя значима Тем больше удовольствия ты получаешь от игры И так далее Интрига Это всегда интересно Так, есть возможность Повысить уровень Через дерево умений Логистика заходит Да ладно Экспертица сопротивления магии Ну, благо здесь есть рядышком Герой В данном случае Гречин Который спокойно на ангеле разгоняет Галтрана И пока разгоняет Решил поехать забрать свиток Свиток оказывается не очень полезный Огненный шар дают в этом свиточке Ну, просто чтобы простоя особого не было Чтобы каждый герой был занят каким-то важным делом Ну, и третья неделя идет полным ходом Субтитры добавил DimaTorzok Армия потихонечку подвозится наверх Таким образом у нас сейчас и вампиров тоже станет больше Так, все, пробили еще одну охрану Сейчас, в общем-то, битва для Некриня А потом пойдет пробивка уже непосредственно в Трежерную зону Причем я думаю, что даже со взятием Нагобанка Потому что по золоту тоже у нас есть проблемы Мы, конечно, проблемы с золотом с вами решим в тот момент Когда возьмем утопию Но до того момента нам придется, конечно, много воевать За ресурсы, за золото и так далее Даем экспертное ускорение, чтобы снизить потери все-таки Но ману все равно надо экономить К моменту того важнейшего боя, который нам предстоит Ай-яй-яй, дизморальки пошли Вся вот эта смесь из большого количества городов Она играет не очень полезную роль Так, экспертное ускорение идет на скелетов Теперь скелеты смогут добивать один из стэков Причем вырезать можно по очереди Все, без потери Нагашник забирается Так, ну и тут надо будет разгоняться Что мы, в принципе, и делаем Под конец хода Ну и на следующий день, думаю, уже должны вбегать И даже забирать эту книгу С большой долей вероятности Особенно после хорошего разгона Разгон у нас на максимальной скорости Максимально возможная скорость разгона 11 У ангелов есть даже 12, но она все равно считается как 11 И все равно считается как 11 Ну и потихонечку врываемся в эту зону соседнюю Я сначала хотел пробивать Гремлиного Потом подумал, ну мне же на ком-то надо будет разбиваться И подумал, почему бы на Гремлинах как раз таки не разбить Галтрана на обратном пути Так, ну и теперь важнейший бой Вот среди тех, которые у нас проходили в данной партии Это реально важнейший В принципе, я думаю, что можно не сомневаться в хорошем исходе данного боя Вампиров здесь подставлять нельзя, потому что им не с кого высасывать здоровье Снимаем ответочку С верхнего алмазного стека Как показала практика, мы тут даже умеем ваншотить Убивать стек с одного удара Если будем ваншотить каждый стек, то довольно интересно может получиться И довольно легко будет происходить взятие вообще Теряется баллиста Ну, ничего страшного Если она нам будет нужна, мы ее все равно с вами докупим Артиллерия у нас не прокачана И по очереди вылавливаем каждый стек Так, последний слот остался, который мы можем занять каким-то навыком И вот думаю, брать ли интеллект У нас станет больше маны С учетом того, что у нас будет поднятие нежити, взрыв Наверное, большее количество маны будет не лишним Посчитал я И, в общем-то, взял интеллект Проблема в том, что я не разогнал героя Немножечко на один шаг не срослась у меня цепочка И вот это уже как раз-таки проблема Но тут надо выстраивать цепочку из героев По возврату армии В любом случае назад Все это дело происходит на глаз На любительском уровне Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, ну книжку земли сразу же одеваем Ну и свиточки решаем, какие одевать, какие снимать Статы у соперника тоже довольно-таки неплохие У его, не знаю, главного или одного из главных героев Вообще, предыдущие партии показали, что часто герои, которые светятся у него прокачанными Они не проводят финальный бой Причин там может быть несколько Первый, что может быть он слишком далеко убегает И потом не успевает возвращать этих героев Возможно, даже не знает по поводу того, что можно разбивать же главных героев домой А не только бежать А может быть он реально прячет постоянно своих главных героев До проведения финалочки как таковой Все может быть Все, главный герой разбивается И потихонечку начинаем с вами вывозить армию По пути решил добрать кучку золота Все это дело тарабанится вниз Передается на Пирь Так, Пирь в свою очередь Пробежать может очень далеко Вплоть даже до утопии, ребят Выкупается Галтран Давайте проверим, докуда добегает он Он не добегает до утопии Так что особого смысла даже стараться в этом плане нет Начинаем выменивать немножечко золота Улучшаем тряпок Таким образом получаем хороший разгон Для главного героя Смотрите, как раз становимся под взятие утопии на следующий день Вот так вот в средине третьей недельки сейчас у нас упадет утопия Таким образом я решаю пока что Попробивать внешнее жилище Подобывать еще больше золота Ну, чтобы что-то у нас происходило Пока главный герой не сражается Внешнее жилище психов мы тоже с вами забираем Почему бы и нет Так, бить ангелами Думал Бить или не бить В итоге решил, что вампиры по идее должны выдержать И в принципе, да, вампиры выдержали Не выдержали Это была бы ошибка, конечно Так, все, армия тоже подвозится Значит, на следующий ход у нас Планируется взятие утопии И если достанемся Достанем То взятие и второй консерватории В том числе А после этого все Можно считать план на игру выполненным Все остальное я считаю Не особо важным Дальше нужно будет просто бежать И, в общем-то, атаковать соперника Ну, а там уже будем надеяться Что встреча будет интересной И С шансами примерно 50 на 50 Кто-то станет в итоге победителем Так, сейчас решаем Что же мы будем брать В плане армии На взятие утопии Так, дизмораль на ангелов неприятная Но не критичная Что самое главное Так, думаем брать мудрость Или все-таки докачивать сопротивление Решаю докачивать сопротивление Мудрость на потом Так, и лезем, в общем-то, брать утопию Утопия двоечка выпала Так что Должны получить минимум Два высокоуровневых артефакта И тут, смотрите, мы теряем ангела Вообще, честно говоря Надо было ангелов не брать вообще на этот бой А так, по глупости Сейчас его потеряем Будем надеяться, что Оно того стоило хотя бы Может, хоть артефакты выпадут Реально стоящие Если нет, то это, конечно, ужас Потому что мы не знаем Какая будет последняя консерватория Если она будет маленькая Там та же единичка Но это будет слабенько, мягко говоря Все наваливаются нам на скелетов Сначала поднимаем вампиров И только после этого Надо будет поднимать скелетов А, я даже не стал этого делать Да, особо Все, утопия взята До консерватории мы не добегаем Поэтому сейчас надо будет Разгонять главного героя Ну и будем надеяться Что консерватория будет прям максималочка Четверочка Тогда с шестью ангелами Мы будем себя чувствовать Очень даже комфортно в финалочке Ну а финалочка на третьей неделе Уже понятно, что, конечно Не успевает произойти И вы посмотрите Мы находим с вами проход влево Так что после взятия консерватории Можно сразу же бежать на соперника Но есть одно но Причем одно большое но И звучит оно, как У тебя практически не остается маны Если соперник тебя там будет накрывать Тебе придется тащить из всех сил Без магии А это, конечно, очень и очень будет делать сложно Единственное, что будет радовать в этом бою Если он произойдет То, что мы с вами можем откупиться И это реально для нас будет хороший шанс А ни взрывы, ни замедления, ни щитки Ни поднятия нежити Ни воскрешения Мы накидывать не сможем без маны Покупается луна Тут рассматривал я варианты с тем Чтобы как-нибудь по цепочке там Отвозить армию домой Через преобразователь скелетов В огромные стеки скелетов Формировать и все это дело Подтягивать на Галтрана Но с учетом того, что нам надо будет ехать влево Понял, что это очень долго И, скорее всего, я даже не успею Преобразованных скелетов даже вовремя передать На Галтрана, может быть Но в любом случае Какие-то занятия для героев там надо будет подыскивать Поэтому Пусть занимаются чем-то подобным Почему нет? И опять придется накидывать ману Чтобы меньше скелетов терять, судя по всему Нет, решил все-таки ману сэкономить Была не была Потери все равно небольшие Проверяем, как много шагов имеется у Галтрана Армии берем очень много И, в общем-то, лезем брать к концу Консерватория двоечка То есть всего лишь пять ангелов будет А могло бы быть шесть, ребят Легчайшее взятие Потери здесь только те, которые мы сами захотели Отдали там единичек Задержали некоторые стейки на расстоянии Не более того Самое главное ускорение на скелетов было накинуть Что мы, в принципе, с вами и сделали Прохитранили двумя стеками Подставили из-под скелетов Ну и все И опять же берем интеллект Чтобы побольше маны была возможность пополнить Вообще есть вариант с тем, чтобы попробовать разбиться И отправиться домой А уже в домашнем городе Тогда садиться пополнять ману И, может быть, даже пробиваться через вот эту вот ГО-охрану Бежа на соперника Но выбираю все-таки другой вариант Сразу же заныриваю в эту зону И я вот сразу не заметил Но это должны заметить вы Вверху, видите, там лежат Две кучки ртути И они не охраняются Это говорит о том, что соперник здесь уже был И он здесь воевал А я сразу захожу, не обращая внимания Себе спокойно начинаю разбегаться И вот только вот здесь Сейчас обращаю внимание Что соперник-то оказывается здесь А я нахожусь без маны И сейчас являюсь очень уязвимым для него Тут теперь большой вопрос А воспользуется ли он тем, что я без маны Вообще в идеале, конечно, сначала проверить Каким-нибудь саппортом Что это действительно так Но так делают грамотные и опытные игроки Будет ли это делать он Пока не совсем понятно И улучшаются зомби Честно говоря, они уже мало где нам пригодятся Их особо-то и таскать с собой нет смысла Только слот будут занимать лишний Ни о чем Запускаю разведчика И сразу же обнаруживаю Что здесь стоит Гриндан Кстати, тоже очень хороший герой Который вот в плане главного героя Он бы смотрелся даже лучше Лабеты Если говорить о старте Так, и вот тут я думаю А может мне паникрить и поехать убивать Гриндана Но в этом случае я очень сильно рискую Но во мне тут борется два человека С одной стороны Я понимаю, что если я поеду убивать Гриндана Меня может накрыть соперник И таким образом Ситуация Окажется таковой Что я буду без маны в финальном бою с ним И мне придется откупаться с большой долей вероятности С другой стороны Второй человек во мне говорит Ты и так не проиграл ни одной партии этому сопернику Скорее всего он тебя будет бояться И навряд он будет где-то разбивать героя Прям бежать на всех парах Чтобы пытаться тебя накрыть А то, что я буду без маны Он будет знать 100% Потому что когда я буду атаковать Гриндана Он сможет посмотреть сколько у меня маны Вот в чем проблема И вот тут вот сидел и размышлял Атаковать, не атаковать Может разбиться домой Сесть пополнить ману Но при этом я понимаю Что если я седу пополнять ману Велик шанс того Что я не пойду воевать с драконами По дорожке А опять по бездорожью буду долго плестись Что не очень приятно А так я например могу сейчас Забрать один из городов у него Плюс чем больше я буду затягивать время И не идти на него Тем выше вероятность Что он опять скажет Давай сохранимся И игра опять очень сильно затянется Ну а мне тяжеловато подбирать время Под эти партии То есть приходится что-то где-то Откладывать на потом Опа Я думал Полезть брать склепик А он оказывается Его уже взял Я из-за этого себя Еще и мораль понизил Всего лишь 4 маны у меня Я не могу себе позволить Эту ману тратить Ну а для него Замечательная возможность Например Попробовать стрелочкой Минусануть мне Одного вампира К примеру И он вообще ничего не сделал Да ладно Как так Ну что Поедем наверх Мы знаем что его город Находится снизу Но я хочу Забрать в него Один город сначала Посмотреть Может есть что-то интересное В этой зоне Если да То надо По-быстренькому забирать Ну а если нет Тогда бежать сразу на него Просто сразу на него бежать Я почему не хочу Потому что Конец недели Он сейчас на первый день Скупится И с дополнительным приростом Мне будет сложнее Его убивать А так я дождусь Сейчас выстрою цепочку Чтобы в начале недели Тоже скупиться А золото у нас Выше крыши И уже Будучи полным сил Идти Полноценно его атаковать Решил я улучшать Личей Не стал строить драконов Во-первых Это дорого Во-вторых Они мне вообще Абсолютно не нужны Я вполне Должен справиться Той армии Которая у меня уже есть Так И по боевым статам Он меня уже превзошел Ну ладно Я все равно Надеюсь По большей части На перевес армии И На более сильную магию Так что думаю Даже более высокие статы С его стороны По идее Не должны его спасти Ну а там Как знать Все может быть Посмотрим как он Адаптируется Под все это дело Так Через преобразователь скелетов Добавляем Еще себе пачку скелетов Выкупаем Грейджиных лечей Конечно же Грейджиных вампиров Ну В принципе В принципе Основное Наверное Мне не очень То и надо Казалось Вроде и золота Много накопили Но все равно Не хватает На то Чтобы скупать Все что у нас есть Да Бывает и такое Ну Честно говоря Мне все и не надо Если уж Быть откровенным Плюс Пока мы съездим Вверх Потом пока Будем плестись Вниз Мы еще Вполне Сможем Что-то Подвезти Еще И как раз Таки С этим Еще Уже Подойти К финальному Бою Не собираю Пока что Я ртуть Некогда Мне это делать Мне тут Подвоз Армии Надо Организовывать Думаю Брать или не Брать Зомбей Или взять Одну Тряпочку Потом Думаю Да зачем Мне постоянно Надо То ангелов Разбивать На два стека То единичку Делать Для снятия Ответок Нет Они только Место будут Занимать Решаю Себе Добавить Знаний Ой Ой Как мы Хорошо Зашли Ребят На обратном Пути Мы посетим С вами Колодец Пополним Ману А за счет Того Что мы Добавили Себе Знаний У нас Теперь Маны Будет Больше Сотни Красота Если Не сказать Больше По многим Параметрам Особенно По экономике Соперник Находится Впереди Но мне Как-то Честно говоря Все равно К сожалению Для соперника Но Через экономику В настоящее время Уже не играют Если ты конечно Не качаешь Дипломата Играя Через дипломата Да Можно играть Через экономику Но в остальных Случаях Это крайне Рисково Да и вообще Играть Исключительно На дипломатии Это рисковое Занятие В том плане Что На первых Двух неделях Особо Дипломатия Тебе Не поможет Ты сможешь Присоединять Только Низкоуровневых Существ А Серьезные Ребята Они будут Присоединяться За золото А за золотом Постоянно Надо следить А с учетом Того Что игра Даже на Эксель С подземельем Шаблоне Длится От двух До четырех Недель То понятное Дело Что За это Время Ты можешь И не успеть На присоединять Себе Должное Количество Армии И в итоге Будешь чувствовать Себя более Уязвимым К моменту Финального Боя Себя более Ну и дальше Я уже начинаю Ехать в его сторону Он должен понимать Что у него Ну максимум Дня два Ну может Три от силы Пока я добегу До его главного Замка И Должен Произойти Финальный бой От которого Ему не скрыться Он может конечно Убежать Главным героем В трежерные зоны И продолжать Там отъедаться Но Ну и кстати Это будет не худший Наверное Вариант для него Потому что В этом случае Он может попробовать Меня перебегать У него качается Специалист По логистике Догнать Без нормального Разгона Я его Не смогу Даже С учетом Экспертной Логистики Поэтому Он может Меня например Загнать В какую-то Трежерную Зону К себе После этого Просто попытаться Перебегать Но На это у меня Есть один Контраргумент Это городской портал Как только Я вижу Что он Со мной Разминулся Я не могу Его догнать И он бежит Домой Я через Городской портал Возвращаюсь К нему В город И С этого Городского Портала Либо дотягиваюсь И даю ему Бой на Открытой Местности Либо сижу Жду его Внутри Замка Оба варианта В принципе Мне довольно Нравятся Причем Больше нравится Вариант На открытой Местности Потому что Он может Заблокировать Ворота И скелеты Не смогут выйти Из-за этого Бой затянется А так Когда скелеты На открытой Местности У меня Опять же Уже вторую Партию Подряд Есть Телепорт Под скелетов Я смогу Вырезать Абсолютно Любые стеки Независимо От того Какие заклинания Он будет На меня Накидывать Ну что Едем Пробивать ГО С потери Четырех Скелетов Всего лишь Так Съезжать С дорожки Мне тут Нежелательно Да и тетива Мне не нужна Потому что У меня стрельбы Нет Как таковой От потерь Я отказываюсь Тем более Как это так Перед финалочкой Вампиров Терять Не-не-не Такого Дела Нам не надо Ни в коем случае Решаю Решаю Бить Сразу Почему бы Нет Независимо Независимо Так Идет Торговля Начинаю Начинаю Независимо Это как Нужно Видно Видно Что Он нас Ждет Потому что Армии Выкуплено Я смотрю Прилично Успел построить Гигантов Но при этом Каким-то Чудным образом Для меня Но он не Сделал Титанов За четыре Недели Это как Так Нелла Убежала Специалист По доспехам Кстати Хороший Герой Могла Серьезно Затерпеть И Сражается Мариус Ну По боевым Статам Может быть Он поинтересней Но опять же Совсем Чуть Чуть По магии Вообще Ни о чем Ну Думаю Что это Легчайший Бой Тут В принципе Без шансов Для него По мане У нас Перевес В три раза По боевым Статам Мы не хуже Перевес По армии На нашей Стороне Причем Значимо Я думаю Что мы Попробуем Подпереть Ворота Чтобы он Не вышел Ну Точнее Не вышли Кто Гиганты И Наги А всех Остальных Даже если Они выйдут Они быстро В общем-то Будут Повержены Единственный Ну Адекватный Стэк Который Может Наносить У него Урон Это Конечно Ж Гремлины Но Он Очень Быстро Убивается Причем Убивается Любым Из наших Стэков Он Может Попробовать Прикрыть Его Что Он В принципе Сейчас И Пытается Сделать Но Это Лишь Временная Вещь Мы Можем За счет Греженных Вампиров И за счет Ангелов Постоянно Хитранить Его Плюс Бить Стэком Наших Стрелков Так Ну что Даем Метеориточку Сразу По Трем Стэкам Мы Можем Вообще Даже Постоять Подождать Пока У него Выстрелы Закончатся И Когда Выстрелов Не Будет Там Башенки Уже К тому Месту Падут Мы Просто Зайдем И С поднятием Нежития Воскрешалками Просто В одну Калитку Вынесем Просто Это Долго Я думаю Что В этом Нет Смысла Поэтому Попробуем Разобраться С ним Здесь Побыстрее Ангелов Надо Поставить Поближе Потому что Они В данный Момент Не контролируют Ничего Соперник Пока Этого Не видит Но Наши Скелеты Уже Идут Блокировать Ворота Блокировать Ворота Я собираюсь Именно Скелетами Потому что Если Я туда Поставлю Например Воздушек Он Своими Вивернами Воздушек Убьет Сразу И Разблокирует Ворота Мне Это Невыгодно Мне Надо Блокировать Ворота Таким Стэк А хотя Почему Там же Появится Труп Который Не позволит Открыться Воротам Ну Кстати Да Это Наверное Ошибка С моей Стороны Вполне Можно Было Поставить Воздушек Ну Да Ладно Я думаю Что Это В любом Случай Ничего Не Решает Слишком Велик Перевес Для Того Чтобы Соперник Мог Здесь Что Ну А когда Заблокируем Ворота Просто Магией Можно Убивать Его Потихонечку И все По сути Надо Убить Только Гремлинов Все Остальное Оно Ну А Наги Будут Заблокированы Ну Соперник До сих пор Не сдается Поэтому Возможно Он Не понимает В какой Ситуации Он Находится Мы Правда Ему Не Показывали Еще Что У нас Поднятие Нежити Есть Мы Не Показывали Что У нас Есть Взрыв Не Показывали Что Есть Воскрешение Поэтому Может Он Для Себя Какие То Шансы Здесь И Видит Но В целом Для Нас С вами Конечно Здесь Все Понятно Ну И Мана С Этим Интеллектом У Галтрана Что Обычно Я Не Практикую Здесь В принципе Тоже Сказывается В Большой Плюс Плохо Что Нет Экспертного Ускорения Конечно На Ускорении Экспертном Можно Было Здесь Тоже Пощудить Хорошенечко На Хитранах Ну И На Том Хорошо Есть В принципе Одиночное Ускорение Если Так Уж Хочется Вот Сейчас Я Ему Показываю Что Поднятие Нежити У нас Все Так И И Вы Посмотрите Он Для Того Чтобы Я Личами Не Бил По Трем Стэкам Решил Сыграть Ну Якобы Хитро Отошел Гигантами При Этим Он Не Посчитал Даже Скоростя Тут Как Можно Не Воспользоваться Такой Возможностью Сразу Вырезаем Огромную Часть Его Стрелков И Блокируем Моментально Ну И Все Последний В общем То Стэк Который Мог Хоть Какой То Урон Наносить Тут Он Уже Пал Соперник Вот И Сам Пишет Что Получилось Довольно Глупо Да Так И Есть Ну Я Ему Пишу Что Здесь При Любых Раскладах У него Нет Шансов Пишу Что У меня Есть Воскрешение Поднятие Нежити Взрыв Так Что Да Вот Он Выбежал Попытался Разблокировать Проход Не Получилось Для Этого Скелеты Там И Становились С Такими Статами Пробивать Защиту Крайне Тяжело Ну И Все Соперник Сдается Говорит Создавай Следующую Игру У 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 Стрем Стрем Турниров Каких То Герой Событий Ну И Удачи Любите Герои Играйте В Герои С вами Был Армак Всем Пока До Новых Встреч